Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Особенно, когда речь касается энергосбережения. Ведущие производители альтернативных источников электричества работают в республике. Инновационные разработки предприятий показали и съемочной группе программы «Есть идея». Одна из самых эффективных альтернатив гидроэлектростанциям – энергия Солнца. Преобразовать световой поток в ток помогают вот такие гетероструктурные панели. Их производят на единственном в стране новочебоксарском заводе «Хевел». Достаточно большая роль альтернативных источников энергии. На данный момент можно сказать, что альтернативные источники энергии являются движущей силой развития техники, в том числе и на будущее. Помогают прежде всего экономить на традиционных источниках энергии. В частности, использование автономных гибридных установок позволяет экономить топливо для труднодоступных регионов, где отсутствует централизованная подача электроэнергии. Солнечные модули собирают как конструктор из десятка гетероструктурных ячеек. При помощи специального состава пластины впитывают световые лучи, преобразовывая их в электричество. На данных установках производится технологический этап нанесения слоев аморфного кремния. В результате мы получаем пинструктуру и гетеропереход, который дает нам все преимущества новой технологии производства ячеек. В реактор подается смесь различных газов. Производится осаждение множества слоев, на самом деле, ни одного слоя. И для каждого слоя своя смесь газов. И вот еще один важнейший этап производства. Специалисты должны измерить коэффициент полезного действия каждой пластины. Здесь мы определяем мощность, ток, напряжение. И далее, исходя из этих показателей, у нас происходит распределение по классам. Далее входной контроль. После кремниевые пластины погружают в кислотные и щелочные растворы. Это необходимо для того, чтобы пластины смогли поглощать как можно больше солнечного света. Именно гетероструктура генерирует электричество даже в пасмурную погоду и туман, а также при минусовых температурах. Мощность модуля превышает 280 Вт. Для того, чтобы оборудовать одну солнечную электростанцию, необходимо свыше тысячи панелей. Этого хватит для того, чтобы обеспечить энергией население одного муниципалитета Чувашии вместе с предприятиями. Хотя от солнечных батарей питаются не только дома. Вы, наверное, уже видели, многие зарядные устройства, пауэрбанки уже содержат в себе солнечные батареи. То есть это можно использовать уже и в быту. Использование гибких солнечных панелей. Можно расширить область применения на какие-то дачи, скажем, туристические походы и тому подобные вещи. Ну, это, естественно, в сочетании с использованием аккумуляторных батарей на основе литий-ионников и тому подобное. Достаточно широкий спектр применения. На заводе пока в качестве эксперимента произвели солнечные батареи водного транспорта. Гетероструктурными панелями оборудовали лодку Федора Конюхова. Сейчас известный путешественник совершает кругосветный переход по южному полушарию. Солнечные элементы, произведенные в республике, были установлены и на катамаране, преодолевшем более 5000 километров из Санкт-Петербурга в Астрахань. Это уникальная разработка российских ученых. На нашем катамаране, на вот этом судне «Эковолна» стоит мобильная передвижная электростанция. Она полностью собрана из российских комплектующих. Это солнечные панели, это контроллеры питания, это инверторы и аккумуляторные батареи. Все эти комплектующие российские. И производительность этой установки в основном зависит от солнечных панелей. Вот установленная мощность солнечных панелей в нашем случае 11 киловатт. Это при идеальных условиях. Фактически наш рекорд, максимальное производство энергии – 10,5 киловатт. Это было на реке Ака. От солнечных панелей в России уже питаются и целые города. Производители уверены, что рано или поздно возобновляемые источники энергии станут повседневностью. И это мировая тенденция. На данный момент, наверное, альтернативные источники энергии начинают выравниваться с традиционными. В частности, выработка в Германии уже достаточно большая от альтернативных источников энергии. Я думаю, в будущем этот дисбаланс будет смещаться в сторону альтернативных источников. Традиционные источники энергии, как вы знаете, – это в основном ископаемое топливо. А ископаемое топливо не могут, собственно, быть бесконечными. В какой-то момент человечество столкнется с проблемой, когда ископаемое топливо, скажем так, истощится. И в любой момент нужно быть готовым к тому, что это может произойти. Поэтому развитие альтернативной энергетики – это наше будущее. Еще одна глобальная задача – повысить энергоэффективность предприятий. Сократить нагрузки на электрические сети помогают частотно регулируемые приводы. Такие устройства производят и на Чебоксарском электроаппаратном заводе. Образователи созданы для того, чтобы управлять электрическими машинами, двигателями. Используются в различных, на самом деле, сферах. Это будет металлургия, будет газо-нефтедобыча предприятия, может быть, также в шахтах. Ну, везде, где используются электрические машины. То есть для управления этими машинами. В чем заключается эффективность использования непосредственно частотно регулируемых преобразователей? Частотно регулируемые преобразователи имеют достаточно высокий КПД, вплоть до 98%, что, собственно, напрямую влияет на затраты по электроэнергии. То есть вся фактически мощность, потребляемая частотным преобразователем, непосредственно идет на регулирование двигателя. Частотно регулируемые преобразователи необходимы и системам водоснабжения, тоже для энергосбережения. Для регулирования потоков непосредственно в трубе давлением частотный преобразователь в автоматическом режиме может регулировать потоком среды. То есть, если, например, в старых решениях, если использовались непосредственно двигатели прямого пуска и запорными механизмами, задвижками, так называемого, происходило регулирование, то в данном случае это все делает непосредственно уже частотный регулируемый преобразователь. Также можно сказать, что частотный регулируемый преобразователь В том же, например, на примере водоканала, если взять, либо на примере нефтяной промышленности, он, скажем так, выравнивает давление непосредственно в трубе. Тем самым он уменьшает гидравлические удары, даже, можно сказать, исключает гидравлические удары, а это, в свою очередь, позитивно сказывается непосредственно на обороне том же двигателя и насоса, что увеличивает межремонтный интервал. Технологии не стоят на месте, спрос на инновации в энергосбережении высокий. В перспективе стране так или иначе придется полностью перейти на возобновляемые источники электричества. И к этому необходимо готовиться уже сегодня.